Марина Иванова надолго запомнит новогодние праздники. У годовалой внучки поднялась высокая температура. Вызвали скорую, но ждать пришлось очень долго. Вызвали ребенку, скорую, ребенку годик. Нам сказали, что скорая есть, Гархонская, а фельдшера нет. В Новый Линск сказали позвонить. В Новый Линск отправили нас в Гульку, чтобы мы позвонили. И вот только сельки потом приехала скорая. Это сколько по времени сельки, чтобы доехать? Часа три, наверное. Расстояние, надо сказать, не маленькое. Сельки до Гархона 35 километров. И это не единственный случай, когда жителям пришлось обращаться за помощью в соседнее село. Как-то у нас вот женщину-соседку тут увозить. И пришлось ее увозить на Новый Линской скорой. Это вот пока скорая с Новый Линска пришла, женщина с инсультом. И вот ее повезли, Новый Линская скорая. Она же была сломана. За ответы мимо отправились в местный ФАП. Врач от беседы с нами отказалась. Запретили после разговора с начальством. Уже вне камеры объяснила. В Гархоне дежурят три фельдшера. По графику два через два. На работу заступает с четырех вечера до восьми утра. В остальное время на месте принимает врач. Признает проблему и глава района. Там у них конфликт просто идет с их транспортом. Что там водители такие, они ее не ремонтируют, а только являются наездниками. А любой транспорт, извините, его нужно ремонтировать, хотя бы какой-то присмотр за транспортом. Жители признают, когда скорая, на ходу врачи приезжают незамедлительно. Во время поломок фельдшеры отправляются на вызовы пешком. Преодолевать приходится большие расстояния. А если на счету каждая минута? При госпитализации село вообще остается без скорой. В лучшем случае приходится ждать подмогу из соседнего села. Ну или, как вариант, просто не болеть. В Минздраве ответили, что это общая проблема маленьких сел. Но вопрос в Гархоне обещали решить в ближайшее время. Мы большую поддержку получаем из правительства России. Только в последние два года в наш регион пришли 50 новых автомобилей. И в том числе и за Играевский район. Поэтому у района появилась возможность перераспределить автотранспорт. И таким образом освобожденные машины направить в отдаленные амбулатории. В том числе и Гархонская амбулатория получит машину. Возможно, почти новая карета скорой помощи будет ломаться гораздо реже. Екатерина Устюшенко, Булат Жагмитов, телекомпания АТВ, Заиграевский район.